Что такое коррупция? Законодательное регулирование, меры ответственности и примеры коррупционных преступлений. В ходе дискуссии участники в форме живого диалога общаются с экспертами, высказывают мнение. У них перевелается с детства, что если ты крадешь у государства, ты крадешь у своего сына, ты крадешь у своей семьи. То есть на сегодняшний день мы уступаем в родственном воспитании, в целом, если брать с вами. Коррупцией остается серьезной проблемой общества, которая подрывает доверие к государственным институтам, препятствует экономическому росту и негативно влияет на повседневную жизнь людей. Меняются только формы и методы борьбы с ней, но не сама болезнь. Профилактика дает какие-то свои плоды, и я считаю, что необходимо вовлекать в мою дождь именно такие встречи, где именно присутствуют представители государственных служб, где они могут напрямую задать свой личный вопрос. Для оценки уровня структуры и специфики коррупции, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер, в Ингушетии ежегодно проводятся социологические исследования. Более трети респондентов готовы сами участвовать в коррупционных ситуациях, чтобы решить свой вопрос и получить 100% результат. Более того, около 15% респондентов также считают, что решить их вопрос, не прибегая к коррупционным практикам, это невозможно. То есть респондентами рассматривается коррупция как неизбежность. Поэтому мы считаем, что здесь очень важно проводить мероприятия, работать с молодежью, поскольку именно молодежь, как будущая индивидуальная элита, как ответственные граждане, в дальнейшем поведут за собой наше общество. И здесь важно им разъяснять, что они имеют соответствующие знания и силы для того, чтобы распознать коррупционные практики. По мнению многих участников, борьба с коррупцией – это не только выявление преступлений. Она носит гораздо более комплексный характер. Борьба должна вестись на системной основе. Нужно совершенствовать и антикоррупционные законодательства. В рамках государственной программы Республики Ингушетия о противодействии коррупции предусмотрено проведение цикла встреч с молодежью в городах и районах республики. По вопросам антикоррупционного просвещения указаны встречи, направленные на пропаганду антикоррупционного поведения и формирования негативного отношения к коррупции, как к социально опасному явлению, разлагающему государство и общество. Главное управление Государственной службы кадровой политики и противодействия коррупции ведет системную работу по повышению качества и оперативности оказания социально значимых услуг, обеспечивая обязательную регистрацию обращений граждан, которые столкнулись с фактами коррупции. У нас действует телефон горячей линии, на который могут обратиться жители Республики Ингушетия, который доступен в любое время. Это номер 8928-697-6695. Также есть электронная почта, на которую могут обратиться жители Республики с письмами, с факторами, которыми они столкнулись. Участники встречи уверены, что коррупция – зло, с которым нужно усиленно бороться не только силовым структурам, но и обществу в целом. Тамар Хашагульгова, Султан Могушков, Магаз-24.